Я приветствую вас из центра старинного авиатского города Яранска. И сейчас мы с вами совершим экскурсию по одному из самых красивых зданий города. Двухэтажный каменный дом на углу улиц Троицкой и Успенской, сейчас это улицы Кирова и Карла Маркса, был построен в далеком позапрошлом веке по заказу купеческого семейства Калининых. Глава семьи Петр Лаврентьевич и трое его сыновей строили добротные каменные дома, а затем продавали их или сдавали в аренду. Так произошло и с нашим домом. После постройки первый этаж был занят частными магазинами, на втором же этаже находились жилые комнаты. Вход в здание с центральных улиц был не один и не два. Например, был вход с угла, под балконом с ажурной решеткой. Здесь в разное время располагались магазины, мануфактура Федора Шамшурова, масла и олифы торгового дома купцов Булыгиных и другие. Кстати, говорят, что с этого балкона во время событий контрреволюционного мятежа 1918 года были произведены выстрелы из пулемета. А с другого балкона, который был, собственно говоря, переходом, соединяющим этот дом с соседним, летом 1945-го духовой оркестр приветствовал земляков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. После революции на первом этаже дома Калининых находился спортивный клуб «Спарта». Затем с начала 30-х до 1998 года располагался краеведческий музей. На втором этаже с 1932 года и по сей день находилась и находится публичная городская библиотека. Дом Калининых украшает центр города своей строгой классической архитектурой и великолепным декором. Оно построено в стиле позднего классицизма. Фасаду дома придают законченный вид – карнизы. Их у здания два – верхний, отделяющий пространство стены от крыши, и междоэтажный, находящийся в середине здания. Карниз верхний как бы поддерживается снизу консолями, имеющими форму небольшого завитка – валюты. Интересны окна у этого здания. Оконные арки также украшены валютами. А в вершинах сводов мы видим декоративные детали в виде клинообразных камней. Архитекторы их называют «замки». По краям свода – красивые виноградные кисти. Стоит сказать, что с купеческих времен сохранились рамы, отличающиеся особым изяществом исполнения. На фасаде здания мы видим небольшие углубленные участки, обведенные рамкой. Внутри они декорированы крупными плетеными узорами. Если посмотреть на здание пониже, то можно заметить заложенные кирпичом небольшие оконные проемы. В прошлом это были окна цокольного этажа, а проще говоря – подвала. А сейчас мы с вами поднимемся по парадной лестнице на второй этаж. Широкая деревянная лестница оснащена красивыми перилами. А на лестничном пролете мы увидим небольшой оконный проем – арочный и полукруглый. На втором этаже располагались просторные жилые комнаты. Справа, например, была большая зала с высокими арочными окнами. Помещения отапливались небольшими кирпичными печами – голландками. Такие печи считались в середине XIX века самыми лучшими. Правда, были дороги, поэтому имелись в домах лишь у состоятельных горожан. Дом Калининых замечательно вписался в архитектурный ансамбль центральной исторической зоны Яранска. Из окна второго этажа, выходящего на балкон, открывается прекрасная панорама города. Отсюда хорошо наблюдать крестные ходы и другие городские шествия. Каждый уголок дома Калининых дышит историей. Но, как вы успели заметить, зданию требуется ремонт. И будет непростительно для нас с вами, если мы не сохраним этот прекрасный памятник городской архитектуры для себя, для жителей, для потомков. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok